всем привет сегодня делаю для себя такие по быстренькому так сказать чтобы не сильно долго затратить время вот такие вот приманки мандули называется сразу скажу конечно их там интернете посмотрел у нас тут судака нету такой рыба там вроде бы на судака в том полушарии ловят но я хочу попробовать в аргентине на любого другого хищника которые есть но может кто не знает покажу как это делается заодно потом наделаю себе и пойду пробовать потому что у нас есть другие хищники здесь такую приманку никто так сказать не делал еще так что вот я себе сделал одну пускай они не сверх как говорят это самые идеальные но мне кажется что для рыбки принципе и не надо может так уж идеально все там под водой давно двигаться играть так что основной материал это вот такие как говорят как как такой материал как на тапочки на вот эти шлепанцы всякие идет или детские игрушки вот такие продаются с такого материалочка он такой не поролон не знаю кто называется в общем такие детских игрушек и двух цветов или трех цветов надо делать вот такие вот кругляшки или можно вырезать ножницами или можно выдавить трубкой к примеру я буду делать трубкой значит первое выбирает цвета которые мне нравятся вот тут была такая детская игрушка наклеиваю клеем этим самым супер клеем там по-быстренькому подклею их чтобы они держались вместе и все и по выдавливают такие вот заготовочки скажем так уже двухцветные сразу потому просто так показывают как бы побыстрее как это делается не на продажу а на рыбалку скажем так потому что кто может красивее там сделает может кого там какие-то другие приспособы есть которым выдавить или вырезать красивее а я хочу на рыбалку идти так что я буду делать попроще вот они сейчас немножко прихватятся и начнем здесь беру пару тройничков один побольше один поменьше вот выберу сейчас парочку таких которые мне понравится примеру вот будет один такого размера один такой чуток побольше а нет это одинаково значит этот и еще один найдем сейчас начнем с хвостиков значит всевозможную мишуру можно туда прицепить вот такую другую какой кому нравится я вообще там пошел где нитки продают вот там для платьев не знаю вот такая вот штука видите продается вот с нее прямо отрежу кусочки и сделаю такой хвостик вот сейчас сделаю себе с красного немножко ниточек этих и очень удобно не надо особо заморачиваться вязать вот такой вот кусочек отрезал все тут на эти хвостики можно чего хочешь навязать все надо теперь этот хвостик закрепить здесь можно просто ниткой обвязать клеем дотронуться можно просунуть немножко туда и завернуть два раза эти нитки это как кому нравится я сейчас просто возьму и привяжу ниткой обвяжу синтетической может клеем моментом там щелкну так еще одна подсказка как примеру если я хочу затянуть все эти вот штуки сюда через ушка как сделать берем нитку складываем пополам запускаем в это ушко вот вытаскиваем эту петельку такую здоровую оставляем берем всю эту мишуру складываем пополам вот и пропускаем в эту петельку так что краешком не по центру где-то так ближе к краю вот так где-то и начинаем этой ниткой и протягивать все это хозяйство через пушка тройника вот поехали раз и протаскиваем все держим за этот край который большой это вытянули все тут вот так можно выставить пополам загнуть теперь можно просто так вот взять одну одной ниточкой тут связать чтобы она просто не разбегалась и все готово вот сейчас мы это и сделаем одной ниточкой там просто лишь бы она не рассосалась дальше колечки оденутся и это все будет на своем месте держаться неудобно немного самому делать но ничего все это поправимо узелок завяжем при необходимости распушим и все можно подровнять ножничками там если у вас чуть-чуть что-то не так или очень много хвостика это значит нужно немножко обрезать и у нас получится красивый хвостик для нашей рыбки вот так вот хвостик готов с него и начинаем все изготовлять остальное теперь выдавливаю трубкой ну вот так как мне хочется возьму и повыдавливаю немножко двойных прокручивая так можно одинарных повыдавливать и потом посклеивать вот эти штучки которые выдавливаем таким образом получаем кругляшки бывает немножко конечно неправильно сейчас лучше сделаем но выдавливаем ну вот трубку надо было подточить получше тогда будут получше выдавливаться иначе трубка была довольно таки не такая острая как надо ну ничего вот я выдавил немножко плюс у меня есть разные другие цвета которые раньше делал будет значит на вот эту последнюю с нее начинаем я буду одевать одну такую двухсветную штучку потом на средний промежуток на вот этот мне так больше всего показалось подходит будут две такие штучки то есть четыре одинарных и вот здесь на передней так как он тройничок побольше будет одеваться к примеру три эти штучки вот с этой и начнем начнем с этой как их одеть берем шило нагреваем зажигалкой там газовой горелкой я сейчас пойду на газовую горелку и таким образом можно проткнуть нормально нагретым шилом проткнуть по центру отверстие и потом одеть это по моему просто просто что мне надо над газовой горелкой сейчас это нагреть на кухне и одену принесу покажу как она будет одеваем получаем вот такую деталь все дальше проволочка какая вам там удобней я не очень большую беру проволоку перерывать а то я не знаю каким надо быть драконом ну кусочек проволоки откусим и начнем делать вторую сейчас на которой будут у нас две такие штучки то есть четыре этих вот так чередуем все время цвета можно два три цвета кому как нравится берем значит круглогубцы загибаем так немножко раз все и заводим в эту заводим делаем два три оборота и закрываем проволоку лишнее вот так все теперь придерживаем здесь делаем несколько оборотов два три достаточно никто ее там не разогнет вот откусим излишки можем придавить кончик если шевелится и неудобно можно одеть на шило только на палец крючком себе не оденьте это тоже очень часто бывает все подровняем проволочку немного и у нас одно соединение существует вот красиво так как проволочка тонкая смотрим нас начинали чередовать желтой можем прямо немножко проколоть капельку тоненькой чтобы по центру потому что если просто проволокой она согнется и как правило в центр не попадает так что так чуть-чуть шилом дали и одеваем раз вот первая я к примеру капну сюда чуть-чуть клея потом одену вторую вот так и возьмем вторую то же самое чуть-чуть проколол и одеваю там еще клей поджимаем до упора вот красиво нормально это кстати можно над огнем немножко заплавить и приж и прикатать и тоже будет очень хорошая обработка дальше делаем здесь кольцо подгибаю чтобы ровнее было и маленькое маленькое колечко тут же прямо не отходя от кассы заворачиваем это все тоже два-три оборота и откусываем все вот оно готово следующее прикрепить вот этот здесь я буду ставить три штучки значит поставлю к примеру вот так вот это и закончу желтенькой вот так вот все таким образом у меня все будет хорошо то тоже самое как его закрепить чтобы долго не мучиться померяем вот какое у нас расстояние от этого места сюда и с хорошим запасом так сказать двойным откусим проволочку такую чтобы загнуть и было с запасом сгибаем ее пополам делаем немножко вот такой еще кончик вот так вот одеваем и начинаем заводить вот таким макаром раз одну сторону и тут же вторую сторону вот рядышком вот а выскакивает ну ладно это же дело такое вот так теперь потихоньку потихоньку пододвигаем пододвигаем повыше чтобы это колечко которое у нас тут остается сгибалось и подходило аж в серединку между тройничок можно помочь как говорят круглогубцами чуть-чуть сделать это дело вот и пододвигаем до края подтягиваем с помощью помочь себе так сказать вот все почти все подошло хорошо вот видите теперь здесь прижимаем когда все хорошо вот в этом месте стоит прижимаем и эти хвостики загибаем вот так вниз можно до половинки достаточно с головой все остальное откусим откусываем вот больше нам они не нужны ничего здесь не завязываем никто их не разогнет по жизни значит просто так и это все теперь надо хорошо сжать вот закреплено закреплено и хорошо теперь снова та же процедура нагреваем шило прокалываем отверстие и одеваем вот сюда пошел делать сейчас принесу покажу вот собрал еще один фокус как можно убрать такие немножко шероховатости которые по оставались все такое очень просто тоже берем зажигалку немножечко зажигалкой так раз 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 и буквально пальчиками хоп он очень хорошо в этом вопросе обрабатывается этот материал так что есть какие-то там заусенечки или что и вам не нравится значит вот так вот немножко зажигалкой прикрутили пальцем все хорошо стало даже вот вот здесь к примеру у меня есть вот это вот заусенечка видите она я думаю что рыба не будет от нее смущаться но если мне не нравится эта заусенечка я могу ее обработать даже так потому их можно собирать даже на рыбалке вот вот собрал что мне осталось завести сюда кольцо заводим кольцо чтобы потом прицепить какой-нибудь ушастый грузик у нас кстати в аргентине нет никаких ушастых грузиков так что все сами придется что-то придумать вот такой грузик надо будет чтобы она стояла носом вниз чтобы она напоминала рыбку которая кормится так что сейчас прицеплю сюда искать кольцо сейчас уже закончим все вот мое ушастое это создание готово можно пробовать ну на рыбалке попробую покажу как клюет здесь на это не клюет но может у кого там дома клюет может кому пригодится какой-то идейка так что все делайте и вы до следующего видео до следующего видео